Привет, народ! Я уже второй год наблюдаю упадок жанра мобильных MMORPG. Если в 2018-2020 годах что не игра, то хит, в которой можно было спокойно играть несколько лет, а некоторые играют и до сих пор, то за последние два года вышло всего пару MMORPG, в которые мы поиграли несколько месяцев. При этом последние годы знаменуются обилием игр с криптой, в которых жадность разработчиков возводится в абсолют, а полчища ботов убивают весь игровой процесс. Или игр с гачей, за каждую игровую механику, будь то шмотки, классы, маунты, петы, всё то, что по идее должно добываться игровым путём. На фоне всего этого уныния, глотком свежего воздуха смотрится игра Tarrisland, от китайских разработчиков. Это не что иное, как попытка китайцев сделать свой кроссплатформенный World of Warcraft, разработка которого началась ещё задолго до того, как появилась новость о расторжении контракта с Blizzard в Китае и закрытие серверов WoW. Как будто они знали, что это произойдёт и уже заранее готовили замену. Пока об игре известно мало, почти всё на китайском языке, потому что там недавно проходило пару закрытых тестов, а в июне ожидаются новые. Записаться можно через анкету. Если у вас есть WeChat, то возможно вам повезёт. Ссылку на анкету оставлю под видео. Итак, что известно на данный момент. Так как игра кроссплатформенная, то есть доступна на ПК и телефонах, разработчики решили постараться и сделать хорошую адаптацию под ПК. То есть у нас будет отдельный удобный интерфейс под каждую из платформ. Это плюс. Также в игре не будет автобоя и автобега, потому что здесь не надо будет гриндить сотни тысяч монстров, как в L2M и подобных. Вся прокачка идёт в основном по квестам, а весь шмот добывается из подземелья. Вспомните тот же World of Kings. Думаю, концепция будет примерно похожей. Мир игры большой, открытый и пока не до конца понятно, поделён ли он на зоны или полностью бесшовный. Как говорят разработчики, в игре не будет быстрых телепортов, а значит до точек с квестами придётся ехать на маунте, что позволит вам лучше изучить окружающий мир и найти все точки интереса. А они тут будут. На каждую огромную локацию вам необходимо будет открыть несколько телепортов, с десяток сундуков и несколько интересных мест. За это дадут ачивку и награды. Ну а теперь про самое важное, что может вознести игру или угробить её на самом старте. Донат. Во всех интервью разработчики говорят, что в игре не будет pay-to-win элементов. Всё, что будет продаваться в игровом магазине, это внешки, маунты и другие вещи, которые никак не будут бустить вас и влиять на игровой процесс. Сейчас они ещё думают над добавлением боевого пропуска, где также будут различные внешки. Также в игре нас ждёт полноценный аукцион, где можно будет продавать всё, что не приколочено. Конечно, после всего, что я слышал от разработчиков других игр, верится в это с трудом. Но даже если в игре не будет вездесущей гачи, то этим разрабам уже можно памятник поставить. Так что дождёмся релиза игры хоть где-то и уже сами в этом убедимся. В игре со старта будет доступно 8 классов. Воин, Маг, Жрец, Ассасин, Охотник, Паладин, Барт и Варвар. Выбора пола на ЗБТ не было. Говорят, что его выключили ради тестов. Но сдаётся мне, что его и не будет. Скорее всего, будем бегать все одинаковые, как Вэри Легенд, а внешний вид будет меняться только внешками. У каждого класса будет 2 специализации, а также чёткое разделение по ролям. То есть полноценные танки, саппорты и дамагеры. То, чего давно не хватает в играх. При этом каждую специализацию можно будет ещё больше настроить под себя, благодаря древу талантов, в котором будет 41 и 81 талант соответственно. Ну и напоследок расскажу, что знаю про контент. Как и в Вове, всё интересное тут будет происходить в подземельях. Их ожидается много. Пока на тестах доступны данжи на 5 человек, но в будущем можно ждать рейды на 20 и 40 человек. В каждом подземелье будет несколько уровней сложности и несколько тактик убийства босса, которые придётся изучить, несколько раз вайпнув весь рейд. Сейчас в интернете можно найти кучу роликов с китайских тестов, где люди бегают в различных данжах. Пару ссылок для ознакомления я также оставлю. Смотрится всё качественно, есть распределение по ролям, есть агрометр и многие другие полезные фишки из Вова. Также, со слов разработчиков, обычные обновления игры они заменят на сезоны. То есть каждые 2-4 месяца в игре будет новый сезон. В нём появятся новые подземелья, рейды, новый контент и новые ивенты. При этом весь шмот из прошлого сезона станет неактуальным. Штука, на мой взгляд, интересная. Так и новичкам будет проще втечь в игровой процесс, и старички не заскучают, сидя в своём топовом шмоте. Ну и конечно же будут поля боя, как в Вове, где можно будет помериться силами с другими игроками. Пока всё звучит круто, не правда ли? Если действительно не будет жёсткого доната, гачи элементов, автобоя и другой унылой херни, которую пихают во все современные МРПГ, то мы действительно можем получить достойную игру, которая соберёт вокруг себя большое игровое комьюнити. Так что если тесты пройдут успешно, надеюсь где-то осенью мы с вами уже сможем в неё полноценно поиграть. Пишите ваши мысли в комментариях, а также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и бахать в колокол. С вами был Террион, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok